Здравствуйте, меня зовут Тая Савина, я организатор фестиваля «Голос тела», в этом году уже шестой год. Задача фестиваля именно посредством показа, потом интервью с участниками, мы отвечаем на самые базовые вопросы, как мы работаем с телом, открываем зрителям наши секреты, какие-то новые термины, новые фамилии. И после этого зрителю становится понятно, как ему относиться к тому, что он только что увидел, и у каждого остается свое послевкусие. Все, мы все свето, ура! Чувствуем все себя звездами. Начинайте еще. Итак, у нас завершающее третье отделение экспериментального танца, первый фильм «Алхимик» Алексея Эрберга. Итак, первый вопрос насчет ваших методов работы с телесностью, с чем вы работали в вашем фильме? Как работали с телесностью? Ну, изначально задача была такая, что мне хотелось, так как это все происходило, съемка вся происходила в момент ковида, и шел такой очень сильный творческий поток энергии, мне хотелось сфокусироваться на трансформации телесной в том числе, и вообще относительно того, что происходит в мире, и каким образом совместить эмоциональную составляющую с телесной составляющей, как научить это все общаться. И поэтому мне очень хотелось, чтобы вся танцевальная часть была выстроена вокруг импровизации. Я искал четко перформеров, которые готовы быть в башне «Алхимика» на этом бетонном полу, среди какой-либо пыли или еще чего-либо такого возникающего, каких-то таких особенностей, перформативных именно. Таким образом, вот я нашел еще двух перформеров, танцовщиков-перформеров, и мы один раз встретились, я не хотел, чтобы мы это репетировали, мы один раз встретились в зале, чуть-чуть попривыкали к друг другу, к каким-то просто телесным вещам, просто к нахождению друг к другу. Вот, а дальше задача уже моя была, когда мы приехали на площадку, что я им сказал, что вы воспринимаете весь съемочный день, второй вот этот вот в башне «Алхимика», который нам подарил дизайн-дистрикт, что за Большой Охтинский мостом. Вот, они выступили стратегическими партнерами. Там задача была, чтобы они воспринимали весь съемочный день как перформанс, чтобы они впитывали, потому что там было холодно в какой-то момент, плюс, так как это съемки все очень как бы длится долго, да, и поэтому задача была именно на перформативное восприятие. И я в какой-то момент им говорил какие-то вещи относительно образов, но я понял, что это скорее больше работает для меня, потому что у меня изначально как бы драматургическое мышление, так как я драматург в том числе. Вот, поэтому я понимал, что в какой-то момент я могу их просто перегрузить словами, и я просто в какой-то момент просто отпускал, чтобы они впитывали как перформеры, как танцовщики, да, использовали какие-то свои собственные ключи. У нас были определенные позиции, да, с которых мы стартуем, и был заготовлен вот этот вот трек, который они ни разу не слышали. Вот, и, собственно говоря, упор был именно на это. Я как бы изначально отбирал, чтобы они были открыты к этому процессу, чтобы их тело было готово работать в данном пространстве, и вообще в пространстве, в любом своем проявлении. И уже исходило с той телесности, которую они обладают. Вот, и дальше как бы задача была, чтобы нам втроем в какой-то момент пропустить, да, уже через себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А теперь про концепт фильма. Можно я начну? А, да, конечно, начнём. Я наконец-то хочу герою подарить, потому что я, конечно, послал вам электронную копию. Нам в этот фильм, в номинации «Игровой кино» дали первое место на фестивале «Золотая вершина» Ирина Архипова, Лёша. Я себя поздравляю. Спасибо. А теперь, друзья мои, как продюсер, страшно такое слово, вот, я скажу, как получаются такие шедевры. У меня была задача снять презентацию Петербурга, чтобы маскароны эллинские и романские вдохнули свою энергию тысячелетней давности и выплеснули её в Петербург. Как вы видите, нам удалось передать два состояния, то есть Негредо и Альбедо у нас получилось. У нас не получилось только Рубедо, третья стадия алхимического процесса, потому что нету красных Мерседес ФС-класса. Но у нас впереди вторая серия. Поэтому я очень рассчитываю на то, что мы к этому проекту вернёмся. Продолжение следует... Продолжение следует... А так, получается, да, нам... Есть такая команда «Чисто питерская хохма» с Марией Шохой. Они как раз-таки поделились с Дмитрием маскаронами, эти идеи маскарон, которые они развивают. Они создали такие путеходители, которые ты можешь взять и спокойно сам пройти и найти вот эти вот маскароны. И они предложили, так как Дмитрий как раз занимался развитием культурного канала «Петербуржец» и продвижения. Да, и, соответственно, они им вкинули вот эту идею. И Дима пришёл ко мне и сказал, можем ли мы... Он подвёл меня к зданию, можем ли мы эту маскарону оживить. Вот. А потом бахнул ковид, вся культура накрылась как таковая. И я понял, что... Ну, и так как пошёл очень такой очень творческий сильный поток, все заперлись в своих комнатах, начали ставить видеокамеры, снимать свои движения. Я сам это делал ежедневно. То есть это была прям такая серьёзная постоянная работа с точки зрения перформерства. Вот. И пришла идея, что нужен как раз-таки проект, который поможет вот эту трансформацию для себя каким-то образом понять, да, что делать. Поэтому, собственно говоря, появилась алхимия, желание к ней обратиться. Когда появился алхимик, человек, который... Личность, да, которая чётко знает, что она будет делать, но при этом импровизируя. Потому что алхимический процесс для того, чтобы он состоялся, там необходима импровизация. Соответственно, для меня вот эта составляющая импровизации была очень важна именно потому, что нужно было запечатлеть момент, нужно было собрать энергию маскарон, нужно было привести её в некое пространство алхимика, в котором он запускает вот этот процесс. И мы отказались от этих, да, вот этих вот людей, которые изначально не живые, именно потому, что это не тот ассоциативный ряд, которого хотелось, потому что речь шла именно о трансформации. Поэтому там три персонажа, которые как-то... Они приняли решение участвовать в этом процессе изменения. Они стоят, они сложили то количество... Там одежда — это как вот... Есть такая как-то традиция. То, что мы готовы оставить позади и с чем мы готовы войти в трансформацию. Ну вот, и, соответственно, дальше, как бы, после того, как запускается этот процесс, энергия маскарон была собрана, происходит вот это... Мне очень как раз-таки... Заратустра был сюда идеален — создать вот этот монолог, оживающий некой сущности, да, которая трактует какой-то новый такой манифест, который... Какая-то некая субстанция, которая опускается в этих людей и помогает им начать вот эту вот трансформацию для того, чтобы войти в какую-то новую свою сущность. Опасно прохождение. Опасно быть в пути. Опасен взор, обращенный назад. Опасны страх и остановка. Я говорю. Ты еще не свободен. Ты ищешь еще свободу. Я говорю. Бодрствующий сделал от тебя твою искание и лишил от тебя сна. Я говорю. Отчиститься должен освободившийся дух. Много в нем еще от тюрьмы и от задуманности. Соответственно, в конце... Почему мы не пришли, мне кажется, к этой стадии другой алхимической, именно потому что они дошли до определенного порога. Они запустили трансформацию. Дальше это уже совершенно другие уже шаги. Они просто через себя ее провели. И эта фаза закончилась. И дальше они уже будут как бы идти, входят в свою собственную жизнь в измененном состоянии. Но это все равно процесс. Это не происходит на раз. Продолжение следует. Типа. Считывая вас очень хорошо. Можно вопрос? Да. То есть получается, что... В этом моменте решилась именно участниками в какое количество одежды они будут танцевать? Какое количество чего? Одежды. Да, да-да-да. Здесь, да. Это... Я им просто сказал, чтобы они принесли с собой какую-то одежду, которая без лейбов, в которой им будет либо комфортно, либо это задаст им какие-то определенные параметры, структуры, с которыми было бы интересно поработать. Но задача была, да, что потом они могли либо как я, да, там в... Без задержек почти. В трико. В трико. Вот, правильное слово, да. В трико. Они вот остались в том, в чем им хотелось, то есть производить свою трансформацию. Почему трое? Почему два мужчин и женщины? Ну, это всегда такой очень как бы символ, потому что как бы три человека, когда мы двое находимся в каком-то диалоге с друг другом, мы полностью погружены. Нам нужен человек, который наблюдатель. И благодаря тому, что этого наблюдателя можно менять, ну, необходимы как бы вот эти три, как бы три человека, да, которые могут поочередно меняться вот в этих вот ролях. Да, либо полностью погружаясь в какой-то эмоциональный процесс или в какой-то телесный процесс, либо просто находясь в стороне, наблюдая, либо уже как бы приступая к какой-то вот этой телесно-эмоциональной магии, да, начиная вот этот процесс трансформации. И, соответственно, как бы здесь я при... У нас было, получается, четыре... Они не слышали записи. У нас было четыре вот этих музыкальных танца, и я еще хотел, чтобы операторы к нам присоединились. Поэтому я оставил какие-то кадры, где появляется обувь или появляются тени специально, просто для того, чтобы эти люди тоже часть процесса. Они часть, как бы... Они ее и фиксируют, они танцуют с нами. И как бы вот это был очень какой-то важный такой момент, который мне хотелось, потому что сначала два дубля, два раунда мы снимали, они снимали, как бы смотрели просто на нас со стороны, как бы что мы там такое делаем. Но я все время им после каждого раза вкидывал, говорю, ребят, я очень хочу, чтобы вы к нам присоединились. Очень хочу. А, ну и, соответственно, весь монтаж я выстроил, выбрав просто один конкретный раунд, и все кадры шли только из него. То есть я ничего не присоединял из остальных. И язык вообще не размешал. Ну, потому что для меня это было очень сильно важно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какое-то окружающее пространство из каких-то сильных. Это Айн Рэнд-источник, например, книга, которую, мне кажется, вообще всем творцам надо прочитать. Что касается перформативных или танцевальных, то, конечно же, это Кит Пивот, это Диви Эйд, обожаю их работы. Поэтому это все-таки вот, во всяком случае, вот в тот момент, когда создавалась данная работа, я говорю, так как это был ковид, и все заперлись в своих собственных комнатах, и все искусство наконец-то начало выдавать, причем мировое искусство, да, начало выдавать в сеть какие-то работы, которые они никому не показывали. Да, это и показывали только на фестивалях, поэтому это было просто потрясающее время, когда ты просто заходишь в интернет, и там какая-нибудь компания танцевальная заявляет, что вот сегодня мы бесплатно раздаем для показов, там, Кит Пивот, да, там, Бетрофенхайст или Ревизор. И ты просто с таким наслаждением это смотришь, потому что это такой уровень, такой уровень работ, много танцовщиков, которые просто в Инстаграме выкладывали свои видео, как они, там, не знаю, там, выходили либо в лес у себя где-нибудь, там, либо дома, либо в ванне, то есть они, там, такой шоу творческий именно поток в плане, все экспериментировали, все просто были заперты в определенных условиях, всем задали определенный концепт существования. И все такие, ладно, я не буду там жаловаться на то, что там, я устала там, что у меня, оказывается, есть дети, и они кричат, про то, что, а что я могу с этим делать, как я могу экспериментировать, там, я перформер, я танцовщик, я режиссер, я сценарист, я драматург, что я могу делать в данных условиях. А самое главное, мне не надо идти на работу там, да, если это, если это, например, не основная у человека работа. И то есть, в принципе, для многих, мне кажется, творческих людей в этот момент скинулся вот этот план ответственности относительно, что им нужно что-то куда-то, где-то как-то, и все такие, ладно. Ну вот, кто с головой был, все такие, что я могу сделать, как личность, и как я могу развиваться, что я могу впитать. Друзья мои, Алексей попросил подсветить меня некоторые детали. Которые не попали в кадр непосредственно на фестивале. Когда мы получили первое место, повторюсь, на фестивале «Золотая вершина» у Ирины Архиповой, я вышел на сцену, и я неожиданно понял, что уже произошло то, что произошло. Я имею в виду большую политическую игру, которая сейчас началась во всем мире. И тут я понял, что это не просто манифест Творца через монолог Заратустры «Учись становиться на настоящие ноги свои» был реализован. А это наша страна сейчас, стряхивая себя лишнее, не побоюсь этого слова, встает на собственные ноги, точно так же, как энергия наших маскаронов вставала на ноги перформеров Алексея Эрберга. Это страшно, это непонятно. Я больше чем уверен, что… вернее и там, и просто там люди понимают, что они делают, и есть какие-то планы, которых, слава богу, мы простые смертные не знаем. Но, тем не менее, процесс этот сложный, серьезный, болезненный. В конце концов, 30 лет мы занимались другим. Поэтому, как петербуржец, как член Союза журналистов Дмитрий Сергеевич Казаков, я всегда остаюсь с Творцами и с людьми, которые принимают какое-то решение. Всегда пытаюсь быть модератором, не стесняйтесь никогда узнавать новое, не стесняйтесь никогда куда-то ходить, что-то смотреть, что-то слушать, читать обязательно, для того, чтобы ваш широкий кругозор мог вам понять, позволить понять, что происходит вокруг и делать какие-то сравнения. Пусть будет потерян тот день, когда ни разу не в леса, Пусть ложной назовется всякая истина, у которой не было смеха. Лучше быть дурашливым от счастья, чем дурашливым от несчастья. Лучше неуклюже танцевать, чем ходить хромая. И я говорю, учись становиться на настоящей новой стране. АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста, всем в следующем году, в 2024-м, у нас будет еще один фестиваль в ноябре, он ежегодный, поэтому оставайтесь с нами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ